Новости День в истории Многие жители районов, оказавшихся под ударом стихии, вынуждены были спасаться бегством. По оценкам метеорологов, количество выпавших за последний месяц осадков в шесть раз превысило норму. В это же время на Галапагосских островах проснулся вулкан Вольф. Власти сообщают, что извержение вулкана не угрожает населению, но может нанести ущерб флоре и фауне крупнейшего острова Архиплага Исабелла, в частности, редкому виду розовых игуан. По данным Национального парка Галапагос, это первое извержение вулкана за 33 года, сообщают Европейские новости. Несмотря на возможный выход Греции из зоны евро, именно греческий проект юбилейной монеты в 2 евро, приуроченный к созданию флага, выбрала Еврокомиссия. В организованном интернет-голосовании победил гравер Греческого национального банка Георгио Стаматопулос, эскиз которого поддержали 30% из 100 тысяч пользователей, передает Кресса Европы. Британский автобус Басхаунд развил скорость более 120 км в час. Для обычного транспорта это не рекордный показатель, однако этот автобус работает на биотопливе, производимом из коровьего навоза. И для такой техники результат действительно чемпионский. Басхаунд – это не экспериментальный транспорт. Автобус развозит пассажиров по маршрутам города Ридинг. Цель данного заезда – поддержать мировой общественный транспорт, который ездит на биотопливе. Как пояснил главный механик Джон Беккартон, общественности решили продемонстрировать, что транспорт на биотопливе может быть быстрым и современным. Существует некоторое предубеждение, что автобус, черпающий силы из навоза, должен дурно пахнуть. Этот миф и должен развеять триумф Басхаунд. Для автобуса сожиженный природный газ производится из коровьего навоза, им заполняются баки на крыше транспортного средства. По дорогам Ридинга курсирует 34 таких экологически чистых автобуса. Подобные автобусы ездят и по Бристолю, однако они используют газ, производимый из пищевых отходов, который поставляют местные жители, передает и на Восточка.ру. Американская звезда Мила Йович выбрала для крещения младшей дочери Спаса Преображенскую православную церковь в Лос-Анджелесе. Таинство было совершено спустя почти два месяца после рождения малышки. 39-летняя актриса и ее муж-режиссер Пол Андерсон крестили девочку именем Дарья. И говоря по-русски, называют ее Дашей. Начиная со дня рождения девочки, Мила Йович сделала из ребенка настоящую звезду Инстаграма, каждый день публикуя в этой соцсети новые фотографии дочери. Даша родилась 1 апреля в День Святой Дарьи. Передает Седмица.ру. Радио «Вектор» поздравляет всех наших именинников. И в рубрике «День в истории» мы расскажем вам, кто из великих людей родился в этот день, а также какие важные события празднуются в мире сегодня. 3 июня в 1808 году родился первый и последний президент американских конфедератов – Джефферсон Дэвис. В этот же день в 1864 году родился американский изобретатель Ренсом Эли Олдс, создавший первый коммерчески успешный автомобиль «Олдс Мобиль». В 1938 году родился советский кинорежиссер Севолод Шедловский. Сегодня в Черногории празднуют День независимости, Канада – День чистого воздуха, а в Тайване отмечают День движения против опиума. На этом я с вами прощаюсь. Эти и другие новости вы сможете найти на нашем сайте radiovector.org. У микрофона был Анри Юлиан. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова